Так, всем привет, мы продолжаем проходить игрушку Борю, 44 Ultimate, у нас моя глава, одна из самых сложных, по-моему, самая сложная миссия в седьмой главе вообще, жесткая. Ну нет, еще последняя четвертая будет тоже очень жесткая. Но это вообще что-то как-то это, переборщили со сложностью. Короче, после того, как они разбили армию демонов, Инлун, в общем-то, побежал в замок императора, чтобы кое-что проверить там, а Фусия с людишками жалкими, пошел по его пятам. Ну да. Собственно, они как-то прибыли к замку, увидели, что этот замок, ну, дворец императора, окружен огромными силами демонов. Прямо демоническая армия, там просто кишмя-кишит. И в общем и целом, все поняли, что все очень плохо, возможно, что император типа уже мертв. И вот тут вот как раз-таки Фусии рассказывает об истинном предназначении этого самого зеркала, да. Это зеркало используется для того, чтобы этих самых демонов порабощать и отправлять в вот эту вот зеркальную реальность. Типа как тюрьма для них. И вот они говорят, что если так много демонов скопилось возле замка, возле дворца, значит... Значит ли это, что император не может использовать зеркало? Ну, то есть, в смысле, он уже мертв. Ну, в общем-то, призывают сохранять спокойствие, пойти и выяснить самим. Тем более, там бы еще ин лун, он же не может так просто помереть. Не может. Короче, миссия ну очень жесткая, я не стал брать команду по умолчанию. Мне там надо было митсухиде, потом еще сыма Ии, и вот эта баба сарфой, я уже забыл, как ее зовут. Но они слишком слабенько у меня прокачаны. Поэтому я взял тех, которые помощнее, потому что здесь будет жопа. Самое натуральное, причем жопа на время. Император еще живой. Не может быть. Он использует зеркало, чтобы порабощать демонов и подчинять их своей воле. Так значит, она говорила правду о вас, ваша светлость. Ну что, тут говорят, надо спешить в замок. А демонов скопилось действительно много. Очень много. Говорят, надо мост поднять. Спасибо, Хэп. Короче, мост поднимется только тогда, когда мы отгоним демонов. От этого моста. Еще очень мощные вот эти парни. Ну, Сютена-то мы видели уже, по идее. А вот Неджу и Сусана видим впервые. Они реально мощные парни. При этом, каждого из них я прокачал до сотого уровня. Ну, потому что... Ну, потому что пипец. Там потом увидите, в чем самая главная сложность этой миссии. Пока-то все просто, конечно же. А вот потом... Я пытался на бойцах по умолчанию несколько раз пройти. То есть вот Митсухидесы, Мои... Ну, это... Баба Сарфа. Короче, так ее буду звать. Даже не знаю, откуда она взялась. Да и не больно-то хочется знать. А, кстати, Неджи у нас летающий. Да-да-да-да-да-да. Он пешком не ходит. Он кулевый. Летать умеет. Короче, ну, они слишком слабенькие мои. Вот эти вот по умолчанию люди, которые дефолтная команда дается. А чтобы их прокачать, это надо очень много, блин, экспы в них влить. А смысла никакого. Потому что, ну, они мне ни один не нравятся. Поэтому я решил взять тех, которые нравятся, и уже в них экспы влить. Вот и прокачал вот этот сотого уровня. Как видите, очень мощный. Неджи просто пипец, какой он мощный. Это я еще его не спецатаке, не мусоу не использовал. Чисто это, комбами так выносят. Не может кто-то прописать. это пусть и ну-ка откройте дверь это же вот пути господин пути медленно открываем дверь кроме нет а там никто эдакий пульт управления лестницей ну да ну да не слишком полным компактный на самом деле три раз больше любого человека этот пульт управления зато не потеряется как например пульт управления гаражом блин постоянно теряется у меня там есть конечно кнопочка на стене да но есть еще и типа пульт управления вот этот пульт управления маленький вот что он все время теряется и там по и это а а и а и а и и а а и и а и и там ждем тогда пусть и сотоварищи приз придут вот они побежали побежали как бы сопроводим до месту от а и м не а и а и там выпил Врыгнул Так Инлон О, это голос Небесного Императора, значит он еще жив И Инлон вместе с ним Так, впереди будет Дронный залп Но он, говорит, хорошо охраняется Надо всех убить, короче, кто охраняет И тогда он откроется Логично На самом деле очень Опять же красивая Как бы локация, да, арена Очень красиво Ну и просто красотой Ее некогда наслаждаться Потому что тут замес просто Жутчайший происходит Все на время Ну нет, пока-то вот еще не на время Пока можно не торопиться А вот потом Надо будет торопиться Так Так, все поперлись И мы вместе с ними Прекрати Нам нужно это зеркало Чтобы Этих самых демонов Отправить В тюрьму То есть Поработить Как бы Обезвредить Да Неужто ты думаешь Что я поверю в эту ложь? Все из-за этой херни Больный перевод Не смей Как бы говорил император Но он посмел Наша светлость И Инлуна Короче, мозгов у Инлуна Как оказалось нет вообще Потому что Небесный император Он как бы Правитель всего Этого самого Мира Как бы Мистик Рилман Нахер ему вообще Порабощать демонов Не совсем понятно Если он задался себе Таким вопросом Задал себе Такой вопрос Да Будь у него IQ выше Хотя бы 70 Он наверное бы Понял что Все совсем не так Как говорит Таманов Но у него IQ оказался ниже 70 Поэтому он превратился В Орочи Разбил зеркало И Собственно Сущность Орочи Проникла бы Его тело И вот почему Орочи Имеется именно Такой внешний вид Какой мы знаем Объясняют Потому что Мне еще тогда показалось Когда я впервые Увидел этого Инлуна Что он Кого-то напоминает Особенно лицом И вот эту Паттлами волос Черных Оказалось Что я прав Ну нет Меня как бы Кого-то напоминает Мне показалось Но я даже Не думаю Не подумал Что это Типо Орочи И вот теперь Начинается Забег на время Короче В чем Сложность Император У нас В неможах Он ослабевший Мы сопротивляться Не можем Мы должны Императора Сопроводить В безопасное место Проблема в том Что это вот Скотина Вот этого Орочи Он преследует И он очень силен Здесь Поэтому Его нужно Сначала Убить А потом Уже Сопровождать Императора Иначе Он В самый ответственный Момент Пробежит И нашему Императору Стучит А император Погибает С двух ударов На самом деле Если прощелкать Клювом Этот момент То Как бы Шила Имачао Начинай Сначала Соответственно Фукси Тут сокрушается Что Ой Оказывается Орочи Это Имбун Ну вот Первый раз Император У нас Запыхался Он Бежал Бежал И запыхался Встал Говорит Хусейф Брас Меня Я только Обуза Ну Фукси Говорит Нет Я вас Не брошу Мой Господин Я Поклялся Вас Защищать Я же Вас Телухранитель И все Такое Короче Давайте Оброняемся Пока Император Отдыхает Ну Короче Сидим Отром В смысле Оброняемся Вот Император Отдышался И готов Снова Бежать Вот На этом месте Я наверное Раз 30 Проигрывал Вот именно Вот на этой площадке Круглой Потому что Когда Император Там Встает И Отдыхает Ну Я сначала Убегал От Орочи Как В принципе Задумано Да Император Там Встает И Отдыхает А Орочи В это Время Прибегает Туда И Начинает Творить Натуральный Армагеддец И Император У меня Погибал Постоянно И Вот тут Вот он Говорит Я запыхался Вместо того Чтобы встать Он побежал Назад Молодец Вот И тут Нас тоже Преследуют Но тут Уже Не так Страшно Тут Потому что Только Один Офицер Бояться Надо Большей Частью Офицеров Но И Рядовые Солдаты Могут Этого Императора Закинать Это Действительно Сложность Вот он У нас У него Вообще Очень мало Жизни Прям Совсем Совсем Мало Нормально Мы его Сопроводили Реально Я несколько Дней Ну Несколько Вечеров Понятное Дело Я не Самыми Днями Играю Вот Несколько Вечеров Пытался Пройти Эту Миссию И У меня Появилось Так Ну Он Тут Нас Всех Благодарит И Говорит Что Ему Теперь Надо Отдохнуть Набраться Сил Так Ну Что У нас Не Остается Никаких Вариантов Кроме Того Чтобы Сопроводить В Безопасное Место И Подождать Когда Он Отдохнет Ну Сопроводить Безопасное Место И Охранять Это Самое Безопасное Место Ждать Когда Он Отдохнет Короче Орочи Его Ударил Своей Этой Самой Миссимой Так Называем Сущностью Поэтому Ему Очень Плохо Императору Но Он Жив И Он Собственно Восстановится Тут Фуксий Нас Благодарит Короче Вот он Рассказывает Что Ин Лун Превратился В Орочи Когда Разбил Зеркало По сути Это Зеркало Накапливало Демоническую Энергию В себе Ну Поскольку Туда Демонов Кидали Постоянно И Вот Эта Самая Демоническая Энергия Собственно Обрела Разум И Стала Орочи Ин Лун Когда Разбил Зеркало Эта Самая Сущность Орочи В него Просто Вселилась И Поэтому Получилось То Что Получилось Короче Ну Собственно Говорят Что Это Самая Что Пока Тут Как Император У нас Отдыхает Мы Займемся Поисками Орочи Ну И Тут Баба Сарфой Предлагает Нам Ну То Фукси Помощь Фукси Что Типа Мы Не Уйдем Из Мистического Реальности Пока Не Наведем Тут Порядок Короче Говорят Закон И Порядок Ну И Хорошо А Все Что Будет В Следующей Серии Мы Узнаем В Следующей Серии